Добрый день! Время новостей на 24 КИЗ. В студии Валерия Гавриленко, сурдоперевод Виктории Антонишиной. В эти минуты в поселке Бурабай проходит заседание Евразийского межправительственного совета. В нем принимают участие главы Кабминов Казахстана, России, Беларуси, Армении, Кыргызстана, а также Вьетнама. Ожидается, что во время переговоров страны-участницы ЕАЭС подпишут соглашение о зоне свободной торговли с этим государством. Повестка дня включает в себя 20 вопросов, в том числе о состоянии взаимной торговли и наращивании товарооборота. Напомню, что в первой половине дня здесь проходило заседание глав правительств СНГ. Президент Казахстана в своем выступлении отметил, что содружество независимых государств имеет очень хороший потенциал. А такие встречи и переговоры важны, особенно тогда, когда весь мир переживает глобальный кризис. И бороться с ним нужно сообща. Нурсултан Назарбаев рассказал о мерах, принимаемых в Казахстане. Так, например, государством выделено 14 миллиардов долларов на строительство 5000 километров дорог и объектов социальной инфраструктуры. Сегодня же во время встречи Нурсултана Назарбаева с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым отмечалось, что двусторонние отношения находятся на очень высокой точке. Несмотря на некоторое снижение товарооборота, имеется целый ряд положительных тенденций. Экспорт из Казахстана в Россию за последнее время увеличился на 20%. А на встрече президента Казахстана с премьер-министром Вьетнама Нгуен Танзунгом говорилось о высоком потенциале сотрудничества в различных отраслях. Ровно год назад в Эстане Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали договор об образовании Евразийского экономического союза. В интеграционный проект, стартовавший 1 января 2015 года, уже вступили Армения и Кыргызстан. Еще около 40 стран выразили желание присоединиться к зоне свободной торговли с ЕАЭС. Сегодня это перспективный рынок, охватывающий 170 миллионов человек. При этом первыми изменения от вхождения в новое интеграционное пространство почувствовали простые граждане. О том, как изменилась жизнь россиян с запуском ЕАЭС, в материале нашего собственного корреспондента Даны Нуржан. Старт ЕАЭС способствовал активизации бизнес-связи между казахстанскими областями и субъектами России. На межрегиональное сотрудничество между двумя странами приходится около 70% товарооборота. В прошлом году только с одной Ивановской областью товарооборот Казахстана составил 150 миллионов тенге. Ивановцы поставляют в Казахстан химические препараты, медицинское оборудование, электротехнику. Но главная местная гордость это, конечно же, ткани. Десяток предприятий области выпускают около 80% всей российской текстильной продукции. Именно поэтому Иванова называют ситцевым краем и текстильной столицей России. Сегодня продукция ивановских фабрик стала более востребованной. Ведь благодаря ЕАЭС стало проще завозить сырье и вывозить за рубеж готовую продукцию. Как результат, местные предприятия наращивают мощности. Парадоксальная ситуация. У нас три года подряд было снижение производства пищевой продукции. Ежегодное падение до 10-15% доходило. С этого года у нас растет продукция, выросла уже на 13% за первый квартал. То есть, с одной стороны, это влияние защиты рынка российского, да, от внешнеэкономических. С другой стороны, это в том числе и влияние интеграции с государствами Евразийского экономического союза. Рынок Казахстана был для нас интересен всегда. Мы знали, что это достаточно динамичная развивающаяся экономика. Но реально первые сделки у нас пошли весной этого года. Конечно, это связано и с тем, что сейчас образовался Евразийский союз. Казахстанские и российские предприниматели заинтересованы друг в друге. Ведь речь идет о новых рынках сбыта для обеих сторон. С января этого года бизнес стал еще более оживленным благодаря свободному передвижению внутри ЕАЭС товаров, услуг, капитала и человеческих ресурсов. В тонкостях работы ЕАЭС начали разбираться и простые ивановцы, не занятые в бизнесе или политике. Большинство из них просто рады возможности без лишних процедур ездить в соседние страны. Евразийский экономический союз между нашими странами, который действует с 1 января 2015 года, я считаю, это замечательно. Между нашими странами, то есть свободно можем ездить друг к другу в страну, отдыхать, смотреть, изучать культурные наследия. Для нас, я считаю, что это очень хорошо, доступно доехать, свободно, свободное пространство, купить там себе необходимые, нужные, допустим, вещи или там еще какие-нибудь товары. Это стало возможным за счет экономического союза. Первый год проекта ВЕКО, как называют ЕАЭС-наблюдатели, уже сейчас можно назвать успешным. Его продуктивность в первую очередь оценили простые граждане. За год с момента подписания договора о создании Евразийского экономического союза поток товаров, услуг и инвестиций в соседнюю Россию стал стремительно расти. К примеру, у супермаркета Новосибирска уже заполнены казахстанскими продуктами. Ассортимент товаров с маркой «Сделано в Казахстане» здесь, в России, активно расширяется. Если раньше на прилавках в основном встречались макаронные изделия и крупы, то сейчас к ним добавились различные натуральные соки, кондитерские изделия, а также мясомолочная продукция. Растет по всем фронтам. Казахстанские банки уже открывают свои филиалы. Автопроизводители скупили крупные салоны, а инвесторы строят терминал для местного аэропорта. Восхождение наших государств в Евразийский экономический союз будет служить реальным путем создания новой перспективной модели экономического развития наших стран. О том, какие еще точки соприкосновения есть у стран ЕАЭС, смотрите сегодня в 17.45. Наши коллеги подготовили специальный репортаж из Новосибирска. Отслеживать доходы и расходы чиновников вновь предлагают в Казахстане. На этот раз об этом говорят в Институте Евразийской интеграции. По мнению заведующего отделом экономических исследований Владимира Тельнова, контроль позволит наиболее эффективно выполнить одну из пяти президентских реформ, которая касается совершенствования государственного аппарата. Исследователи считают, что необходимо ужесточить систему надзора по реализации госпрограмм и повысить уровень ответственности тех, кто их выполняет. К контролю необходимо подключить и общественность. Вопросы же вознаграждения и повышения госслужащих по карьерной лестнице нужно решать по итогам проделанной работы, говорит Тельнов. Те чиновники, которые извлекали личную выгоду из своего служебного положения, скажем так, кормились от должности, будут стремиться всяческими способами сохранить существующие положения. Да, на словах они будут говорить, кивать, что надо реформировать, надо проводить реформы, а на деле будет саботаж. Поэтому нужны чиновники-патриоты, чиновники-государственники, которые бы ставили общественные интересы выше личных. В Восточном Казахстане с рельсов сошли 15 вагонов грузового поезда. 13 из них опрокинуты. ЧП произошло сегодня в 6 утра на перегоне Серебрянск-Огневка. Известно, в вагонах были цемент и руда. Жертв и пострадавших нет. Сейчас на месте ЧП идут восстановительные работы. В областном департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что возможной причиной ЧП может быть износ путей. КамАЗ и БТР столкнулись сегодня утром на трассе Екатеринбург-Алматы. Инцидент произошел у села Жебегжоле в Акмолинской области. Как сообщили в дорожной полиции, виновником аварии стал водитель КамАЗа, который выехал на встречную полосу, где в этот момент следовала колонна военной техники. В результате четверо военнослужащих с травмами госпитализированы. Сейчас они проходят обследование. Водитель КамАЗа отделался незначительными ушибами. На юго-западе Японии эвакуируют жителей острова Кучино-Эрабу. Утром здесь началось извержение вулкана Шиндаке. Метеорологам удалось снять на видеокамеры момент выброса черного дыма и пепла, которые распространились за считанные секунды. Извержению присвоен максимальный пятый уровень опасности. Премьер-министр Синзо Абе заявил, что правительство приложит все усилия для обеспечения безопасности жителей острова. Для эвакуации жителей на остров уже направлены корабли службы береговой охраны. Есть также лодки муниципальных органов, которые тоже будут задействованы. Немецкие предприятия жалуются на дефицит кадров. В Германии катастрофически не хватает маляров, слесарей, сварщиков и сантехников. При этом 200 тысяч учебных мест остаются вакантными. Подробностью нашего собственного корреспондента в Германии Шолпан Найманбаевой. Всего три года назад дуальная система образования в Германии работала без перебоев. Себастьян Кляйен как раз тогда поступил на садовода. Юноша рассказывает, что на одно учебное место претендовало больше 10 человек. Чтобы выучиться на ремесленника, мне пришлось даже переехать в другой город. В родном даме поступить на садовода не получилось, потому что слишком большая конкуренция. А сейчас нет молодой смены. Но потом у школьников поменялись приоритеты. Вместо профессионально-технического всех потянуло на высшее образование. Раньше с такой проблемой в Германии не сталкивались, потому что система дуального образования была очень привлекательна для абитуриентов. Ведь главный ее плюс в том, что у студентов не болит голова за трудоустройство. Почти 90% из них остаются работать на том же предприятии, где проходили практику. Теперь каждая десятая немецкая компания нанимает сотрудников из соседних стран. Чаще всего получить профессию, а впоследствии работу в Германии приезжает молодежь из Испании, Португалии, Болгарии, Греции и Хорватии. Только в прошлом году получить техническое образование. Прибыли 1300 человек. Техники, кровельщики, слесари. Сейчас в Германии на вес золота. Если раньше люди искали себе работу на предприятии, теперь наоборот, предприятия ищут себе сотрудников. Раньше было достаточно заявлений от школьников. Теперь же предприятия стараются заинтересовать молодежь. Приходят в школы и ведут агитацию. Раньше такого не было. Дефицит собственных кадров особенно актуален для Берлина и земли Бранденбург. В прошлом году здесь был зарегистрирован самый низкий показатель поступающих – 3000 человек. Чтобы повысить интересы выпускников к рабочим специальностям, помимо агитации, правительство запустило новую программу профессиональной ориентации для школьников. В ожидании, когда же ситуация изменится, немецкие предприятия согласны уже даже на то, чтобы у них работали беженцы. Шолпан Айманбаева, Милослав Лавриновский, Германия. Около трех миллионов казахстанцев погибли во времена репрессий и голода в 30-х годах. Такие цифры приводит академик Гарифулла Исим. В преддверии Дня памяти жертв политических репрессий в Истане прошла научно-практическая конференция. Видные ученые, политики и общественные деятели говорили о том, что важно помнить и трагические даты в истории страны. От прошлого мы должны брать урок и мы должны знать, был геноцид, геноцид, усиленный коммунистическим режимом. И самое страшное дело в этом вопросе, это, знаете, погибли девушки. Девушки погибли, девочки погибли. Трагедия, большая трагедия. Все лучшее детям. Сегодня, в канун Дня защиты детей, грандиозный праздник для воспитанников детской деревни организовали спонсоры. Специально для виновников торжества испекли 30-метровый торт. Медовое счастье вместе с детьми разделили звезды казахстанской эстрады и наша съемочная группа. И вот он, долгожданный сюрприз. Спонсоры подарили детям 30-метровый, самый длинный в Казахстане торт. Его назвали просто медовое счастье. И оно действительно подарило детям очень много эмоций, только положительных. Вообще, нынешнее празднование Дня защиты детей воспитанники СОС детской деревни запомнят надолго. Оно было особенным. Постарались и сами детки, и спонсоры. Вот уже восьмой год они сотрудничают с фондом. Детям построили современную спортивную площадку. А сегодня вручили чек на 3,5 миллиона тенге. Эти деньги будут потрачены на организацию их летнего отдыха. Более 5 лет наши дети имеют возможность, благодаря такой поддержке, отдыхать в различных уголках Казахстана. Летний отдых у нас охвачены все 100% наших детей. На данный момент в нашей деревне проживает 75 детей. Проживают они в 14 домах семейного типа. Со спонсором вручили еще один список всех желаний детей. Был очень веселый конкурс, в ходе которого дети подробно расписали, что они хотят. Вот это очень много мороженого, компьютерный клуб, даже ламборджини и путевки в Турцию. Все это спонсоры обещали им исполнить, возможно, уже на следующий год. Нам приезжают много спонсоров, очень много поддержки они устраивают для нас. Вот, например, отправляют нас в лагеря, дарят нам большие подарки. Что ты пожелаешь деткам всем в день 1 июня? Наверное, ценить своих родителей, быть счастливыми и никогда не говорить, что у них все плохо. Сегодняшнее мероприятие показало, что воспитанники СОС детской деревни очень разносторонне развитые личности. Они и поют, и танцуют, и даже рисуют. Кстати, 31 мая состоится выставка их художественных творческих работ. Каухар Сарсенбаева, Дориан Жорхабаев, Астана. У велокоманды Астана на легендарной гонке Джиро де Италия сменился капитан. После 18 этапа итальянца Фабио Ару сменил испанский гонщик Микель Ланда. Сейчас, после двух побед подряд, испанец занимает второе место в общем зачете. Ару на третьей строчке. А Пальма первенства принадлежит капитану Тинькофф Сакса, испанцу Альберто Кантадору. Отмечу, до окончания Джиро де Италия остается два этапа. Сегодня спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 263 километра. Команда Астана лидирует в гранд-туре, который, к слову, организовывается в 98-й раз. Сегодня из-за падения долго чинил колесо, но команда хорошо сработала. Гонка продолжается, мы не опускаем руки и постараемся побороться за самые высокие места в общем зачете. К этому часу пока все. Оставайтесь с нами.